В объектив камеры украинского военнослужащего попал момент работы тактической авиации ВКС России. В ответ на использование ВСУ американских бомб J-DEM российская армия нашла достойный ответ. Меня зовут Гульнара Хабирова, расскажу о новом вооружении, которое стали применять в ходе специальной военной операции на Украине. А вот на улице Грекова прилет, вон там кусок, в тот дом попало, а здесь оболваночка такая, вот похоже как на велобомбу. Я не знаю, ребят, что это, на Грекова такая дура лежит, не видно. Это видео снято на окраине Донецка. Предположительно, чудом не разорвавшаяся российская авиабомба ФАП-500 упала в частный сектор из-за технической неисправности с борта российского бомбардировщика. В нескольких метрах от упавшего снаряда найдены крылья, блок управления и коррекции. Покажем кадры применения ФАП-500 по складу боеприпасов ВСУ в районе Авдеевки. Бомба ФАП-500 имеет один носовой взрыватель и совместима с точками подвески большинства российских самолетов. Высота выброски бомбы от 570 до 12 тысяч метров. Скорость после выпуска 500-1900 километров в час. Общая масса полтонны из этого 300 килограмм приходится на взрывчатку. Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34 получили возможность поражать цели с расстояния 30-40 километров, не входя в зону поражения украинской ПВО. ФАП-500 – это ответ на использование авиабомб J-DEM, переданных США киевскому режиму. А вот кадры их применения вооруженными силами Украины под Бахмутом. О том, что США передали Украине умные бомбы, стало известно 7 марта. Они имеют увеличенную дальность действий и поражают цели немного дальше, чем обычные свободно падающие бомбы, по словам генерала ВВС США Джеймса Хакера. ФАП-500. 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 так и многоцелевые истребители МиГ-35. Также на поле боя были замечены экипажи БМД-4М нового поколения. Обеспечивает огневую поддержку штурмовых отрядов на Кременском направлении. Отличный аппарат, работает на ура. Во время работы экипаж выпускает дым. Противник, по которому ведется огонь, не видит позицию машины и не может поразить ее из противотанковых гранатометов. Радует. Это, конечно же, калибр 100 и 30 миллионов. Что же касается вооружения ВСУ. Появилась свежая информация о том, что США и НАТО отправляют Украине списанное вооружение, так как это дешевле, чем его утилизация. Обозреватель американского мыслителя уточнил, что сумма военной помощи США киевскому режиму за последний год составила 46,6 миллиарда долларов. По его словам, на утилизацию такого объема вооружения потребовалось бы потратить примерно 35 миллиардов. Эти запасы вооружения, подлежащие списанию, подходят к концу. Как будут развиваться события на Украине дальше, расскажем в следующих выпусках. Мы следим за развитием событий.